В синем углу ринга Спортсмен из клуба Самбо Питер, город Санкт-Петербург Владимир Кученко From Russia, Владимир Кученко Продолжение следует... Спортсмен в синем углу Чемпион Евразии по банкратиону Чемпион Санкт-Петербурга по боевому самбо Победитель международных турниров по К1 Владимир Кученко Самбо Питер, город Санкт-Петербург В красном углу ринга Спортсмен из клуба Александр Невский ОМК, город Старый Оскол Встречайте, Максим Гришин! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чемпион МОА Селекшн 2010 года Восточная Европа Максим Гришин Спортсмен в синем углу 29 лет Вес 130,2 килограмма Рост 184 сантиметра Профессиональный рекорд 14 побед и 8 поражений Его соперник в красном углу 26 лет Вес 101,9 килограмма Рост 185 сантиметров Профессиональный рекорд 8 побед и 5 поражений Владимир Кученко против Максима Гришина Супербой весовой категории свыше 93 килограммов Владимир Кученко Представитель клуба Самбо Питер Противостоит Максиму Гришину Из клуба Александр Невский ОМК Город Старый Оскол Ну и ко мне на позицию Любезно согласился прийти человек Которого все, уважаемые телезрители, прекрасно знаете Михаил Боярский Здравствуйте, Михаил О вашей любви к футболу Добрый вечер Всем известно О любви к миксфайту Честно говоря, я был удивлен Нет, я дненько хожу на соревнования Где-то здесь увлекаюсь Первый раз Но этот сбой очень интересный Давайте не будем увлекаться Посмотрите, какие разные структуры О, старая Осколба сейчас показывает свое мастерство И эта разница в наслажении Очень обманчива Казалось бы, Володя такой рыхлый, неуклюжий Но это ничего не значит У него огромная масса и огромный сил и удар А что касается Максима Он, так сказать, атлетически сложен прекрасно Но тяжело ему придется с таким весом И с такой тяжестью Наверное, все-таки ближний бой будет Владимир более Будет ближний бой идти? Да, конечно, ему это выгоднее Потому что Максим гораздо более подвижный Но с другой стороны Владимир Кученко, помимо того, что он Великолепный борец И основная школа, это школа самбо, на мой взгляд Хорошая поставлена техника бокса Вот пару недель на турнире по К1 Разбил голландского тяжеловеса Чемпион Евразии по Панкратиону Чемпион Санкт-Петербурга по боевому самбо И несколько турниров на международных турнирах По К1, в принципе Ну, пока они прицеливаются Давайте посмотрим Как сложатся самые первые минуты Собственно, на мой взгляд Максим Гришин делает сейчас то, что он делает должен Если против тебя стоит тяжелый Да, тяжелый боец Его надо для сейчас подвижность Да, и на дистанции Играть все время Но я думаю, что в одной часовой попадам нет на себя От нее будет выбраться довольно сложно Да, в барьё вылезать из-под 130 кг Это дело неблагодарное Не пропустить сильный удар То, что сделал Волков Сильным ударом Справился с нашим спортсменом О, ну вот теперь вот, видите Ну, нет, пушкай Колени, колени И прекрасно понимает, Максим Что стоять ему не надо Будет разрывать дистанцию И смотрите Сам попытался пройти ноги Зал так зашумел Немножко смешки побежали Потому что, ну да В принципе, много было уже сломано копий На тему того, что Какой боец имеет преимущество Чем больше масса В супертежах, тем выступать проще Какое ваше мнение вообще? Я просто знаю Что люди, которые им большую массу Они имеют огромную силу Масса тут, так сказать Обманчиво Что это человек рыхный Удар очень серьезный, сильный А что касается красоты боя Мне кажется, что Разница в киносложении Дает определенный эффект И интерес И у зрителей Вызывает Симпатии Те, кто ведет себя наиболее мужественно В данном случае Но одни один Не собираются спать другому И с таким весом поломать трудно Если Володя попадет Но Максим Это не допустит Он пользуется И руками, и ногами Дирает дистанцию Очень грамотно Ну и ожидает Я вот сейчас с вами соглашусь В том, что здесь Ну не спасение Но ключ К победе Для одного бойца Это хорошо проведенная серия В ближнем бою А у другого Лишит соперника подвижность И от него двигаться Абсолютно верно В партере Конечно Если мы увидим партерную борьбу Это конечно будет схватка Титанов Без этого не отойдет Вот то, что надо Подхват и удар Ну теперь будет Засложно О, рук уже хватило, нет? Да, попытка болевого приема на руку Не удалось, по-моему Теперь Володя у нее отпустит Посмотрим Насколько Володя силен В партере Ну вот Сейчас, дорогие друзья Ситуация намного Намного более интересная Поскольку, допустим Смостить 130 килограммов То есть спихнуть одно бедро И перевести Себя в положение сверху Для Максима задача Ну прямо скажем Не из легких Владимира Кученко Надо сейчас разбивать защиту И дальше Один-два удара попасть Здесь нельзя сказать Этого, конечно, хватит Но с другой стороны За защитой Надо следить Мы с вами помним Что один и другой В принципе неплохо борются И в этой позиции Можно и атаковать снизу На болевой не удушающий Вот то, что сейчас Пытается сделать Боится старого оскола Ну пока безуспешно Владимир успешно закрывается Он какие-то удары пропускает Но снизу удары не амплитудные А вот болевой Вот Пошел болевой Ну вот Вот ситуация С которой сейчас Владимиру надо На исходе первого раунда Выжимать максимум Не хватит времени Один-два удара Если Ну все, все, ничего не хватит Задел на следующие Две-пять минутки Ну а там как пойдет Кто больше устал Да Ну Экспресс-анализ От вас по поводу первого раунда Ну что Пока достаточно равная Борьба была Но Эффектнее Интереснее И Артистичнее Максим Естественно С чего началось Влечение Микс Файта Вот Интересно Вы знаете Именно смешанным единоборством Да Ну наверное Потому что Был знаком Со многими Ребят В частности С Андреем Семеном Вот И сегодня будет драться Я родной Пришел В общем Сегодня не только из-за него И вообще Ну Для меня это неожиданно И Ведь спорта Он столько В нем мужества Отваги Столько Римского начала То Чего мы были лишены Всегда И каждый раз Представляешь на месте Спортсмены Вот Эх А я бы смог А я бы смог Конечно бы не смог Но хотя бы Посмотри что Настоящие мужчины Мне симпатично Интересно Это заряжает Это такая энергия Тут у них броня Тут все по-честному Дерутся мужики настоящие Вот То есть Касается этого боя Вот честно Мне кажется Второй раунд Все решили Даже не третий Второй Да Я думаю что Максим Либо побеждает Второй Либо проигрывает Третью Вот Интересный прогноз Вот Михаил Павер Ну давайте смотреть Опыт конечно И у того У другого бойца Совершенно колоссальный Здесь Максим Гришин Он в принципе Боец такого Атакующего плана Он поставлен в неудобное Относительное положение Причем у него стоит Атлет Который намного тяжелее Рубиться с ним почти бесполезно Поскольку Слишком разный вес Он более Он более Решкий Максим У него более Реакция Серьезная А все таки Володя Немножко Приторможенный Один Серьезной Опа Оп Оп Нет Нет Вот абсолютно правильно Сейчас на самом деле Владимир Совет Зачем остановился Одиночными ударами Это атаковать Это дело Конечно благодарное Если у тебя Хорошая масса С другой стороны Еще надо попадать Да Попадать Это несложно Одиночным ударом Вечная реакция Максима Российского Миксфайта Ну я честно говоря На подобном уровне Я имею ввиду Конечно Я в принципе не помню Что бы могли так разбить Если это не встречный удар Если это не удар С какого-то Угла В момент этого удара Если тебя спортсмен Не видит попросту Ну такое случается Максим мало использует ноги Он очень хороший Ну кстати удивительно Он удар ногой дает Он мог бы А вот он чего боится Ну вот Здесь в чем интерес Вот на мой взгляд В том что Максим Судя по всему Прекрасно знает Манеру боя Владимира Кученко И то что у него Недостаточно быстрые ноги Чтобы сразу После лонкика Отскочить Он вот два раза выбросил Два раза его Владимир ловит Второй раз ловит И сейчас Ну вот единственное В борьбе В борьбе Конечно Надо пролезать Надо пролезать И вот мое личное мнение То что если Владимир умудрится Сейчас забросить Хотя бы одну ногу Вот из этой позиции Гварда То Там конечно Хорошего ждать Не придется Ну вот А Максим Гришин Вехт Ну это уход Это уход За пределы ринга Виктор Корнеев Поднимает в стойку Интересная схватка Что-то и говорить Есть удар Есть попал Сразу в ответ Выбрасывает Максим ногу Ну и сейчас Вот как Осторожней Сейчас мы ее увидим Да Может подустали уже Вот эта осторожность Она как раз В традициях Тяжеловесов Смешных единоборств Не только наших Но и Западных Поскольку Очень многое решает Одно Ну не один удар Но одно точное попадание Хорошее Ну да Это же большие люди Но с точки зрения зрелищности Прошу прощения За такой каламбур Конечно схватка уступает Поскольку С одной стороны Ты не находишься на Ринге На позиции бойцов Чтобы сделал я Вот это очень хорошее Противопоставление Может быть себя Бойцам Как бы я поступил Я бы туда не пошел Поскольку Уровень готовности Мне не позволяет Сказать Как бы сделал я А так А так смотреть Ну да Осторожничают ребята И вот обратите внимание Один удар Макса пропустил Уже есть небольшое рассечение Чуть-чуть кровь идет Ну вот Лоу-кики То в принципе Что надо делать Обрабатывать бедра В К1 Частенько например Бойцы Которые обладают Серьезной массой Они проигрывают Как раз лоу-киком Потому что там Бороться нельзя Ловить за ноги нельзя А здесь можно И собственно Ничто не мешает Не горячий Не горячий Макс выцеливает Эдобные позиции А Молоде Такой дародак В основном Работает вторым номером Но может быть это логично Перед третьим раундом Если не замахиваться Поэкономить силы Немножко Чуть-чуть Опять поймал Видите Вот это все правильно Поймал подхват Контратака Поймал подхват Контратака Реакции Прихватить Вот вы знаете Михаил по опыту Совершенно точно Знаешь Что лоу-кик Перекватывать Очень тяжело Не гадать Не ловил К счастью Ну Приходилось Доводилось Заниматься Поэтому Опа А вот этот Маласи На исходе Второго раунда Так от души Пришелся туда Да туда пришелся И Собственно Уважаемые телезрители Это такая яркая Иллюстрация Потому что даже на последних секундах Здесь очень многое случается Ну если вы следите за Миксфайтом Знаете Ну видели сами Сколько было Это последние 5-10 секунд Кажалось бы все Вроде бы да Судейское решение Ну пускай судьи решат Вроде бы ровный бой Там бам Удар из ниоткуда Вот сейчас По позиции По ударам Видно что Максим уже осторожничал Удар тяжелый пропустил И казалось бы Сейчас достаем концовку А там третий раунд Все растает Но нет Вот за последние 2-3 секунды Выборщины Удар ногой И уже Ну тяжело сказать Однозначно Ну теперь Зависит от того У кого больше Вносливости Вносливости Да И внутренней энергии Это как у любого спортсмена Насколько Пружина у них Сжата Для того чтобы еще есть Это нужно разжать А если как разжалось Все с приемом Но злость спортивная должна быть Следите за выступлениями Российских спортсменов На международном матче Конечно Конечно Что думаете по поводу Поведора Вот к сожалению Ну что делать У нас Была и есть легенда Я имею в виду Вильяненко И если мы подтянемся К нему рано или поздно То все стоит Опять на свои места Нет У нас очень хорошие спортсмены И перспективы Самые радужные На мысли То что Именно питерская федерация М1 Стала продвигать Российские смешные единоборства На подобном уровне У вас вызывает только самое горячее одобрение Конечно Конечно Ну давайте посмотрим Давайте посмотрим На третий раунд Поединок Ну все аккуратно Я думаю что как раз Владимир будет затаптывать Есть такая тактика Подбираться знаете На дистанцию Нужного удара Очень похоже на Битву Кинофильма Белый клык Помните Овчарка и бульдог Кто-то Вот неплохо Максим сейчас занимается тем Что старается Приглашает соперника На себя Атаковать Он проваливает На себя Владимира С тем Чтобы успеть Выбросить удар Там уже Просто с точки зрения Биомеханики Человек не успеет Могу убрать Отдернуться Атаковать не с чего На то есть положение Неустойчивого равновесия Ну Ну вот это нерв Вы знаете Я Сколько Данных партнеров Не довелось Прокомментировать Первый раз Вот этот нерв Просто висит В воздухе Что-то будет Вопрос что Я не верю Что поединок Закончится Вот так Не забывай Сам лоу Работай Не сходится Совсем Они очень Осторожничают Тем более Это последний раунд Когда силы Уже На исходе И каждый Надеется На Сильный Эффектный удар Но у меня есть Подозрение Что Максим Гришин Готовит какую-то Борцовскую атаку На последние Где-то Двух Или полутора минутах Поскольку Ну Вот так вот Перестреливаться Это все-таки Лотерея Или я попаду Или по мне попаду Мне кажется Что если Володя упадет На Максима То Роман будет В пользу Кученко А если Будет До конца Стоять И обменяться Ударами Только Если выиграет Гришин Ну Так По активности Это на самом деле Данный поединок Пока Потому Как он разворачивается Это кошмар Для судей Поскольку Здесь технических Действий мало А судить за Одиночные удары Ну Тяжело Пока Пока Бой за Максим Ох В первом раунде Лови Мнумменно А здесь уже Не поняла Реакция То есть Как раз Выносливости Сыграл Да Вот обратите Обратите внимание Судя по всему Удар Получился Очень тяжелый Пока не может Подняться Питерский боец Всегда тяжело Переживаете За питерцев Конечно же Ну что вы Как будто Меня побили Ну мы Этот клей Бой за Бой за Обратите Вот Вот Теперь Видно Прекрасно Просто И на своих Ногах Иногда люди Ну как Они покидают Реакция Поздравляем Максима Гришина Победа такая Очень выливая Очень нервная И на самом деле Приятно Тоже оказаться правым То что Данный поединок Закончился Просто так Не мог А мы с вами На повторах Наблюдаем Как раз Как все Это случилось И поздравляем Максима С победой Аплодисменты 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 Аплодисменты